Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. Посмотрела я вчерашний утренний видос. И вы знаете, как же всё предсказуемо. Всё точно так же, как и в прошлый раз. Нинка, как всегда, с утреца выползла на балкончик, показала нам красоты, да, с балконом. Просто, да, из окошечка, скажем так. А дальше плита, жрачка, холодильник. Она нам заявила, что она поспала пять часов. Вроде, знаете, уже второй день в Таиланде, и ничего их не интересует. Ну а что, ребят, они уже в который раз приезжают, и в который раз мы видим одно и то же жрачка, ролики, о которых она заявила с такой радостью, что она записала, загрузила, вернее, ролики. Ребят, для неё Таиланд не отдых. Для неё Таиланд – это обычная показуха для своих зрителей. Очередное, скажем так, навязчивое доказательство, что она прям великая блохерица. Она может себе позволить Таиланд, но не может позволить себе езду на собственном автомобиле в Нижнем Новгороде. Не может позволить себе ремонт в кухне, не может позволить себе нормальную хорошую одежду, отличную косметику, дорогой парфюм, да, но зато может позволить себе уценённые огурцы, уценённые помидоры. Взялась за эту упаковочку с огурцами и говорит на парочку раз. То есть упаковочку маленькую надо разделить на два раза для того, чтобы сразу всё не сжирать. То есть началась строгая экономия. Фу, ребят, я не знаю, для чего нужны такие поездки, для чего такой горе-отдых кому-то нужен. И опять она в своих этих халатах, да, шлейфовых, скажем так. Ну, правильно, здесь уже как ни крути. Она же уже была в Таиланде. Она уже засветилась в этих своих матрасных платьях. И для того, чтобы её узнавали, надо обязательно возвращаться и вместе с платьями. Как я уже говорила, по шлейфу, по шлейфу, чтобы узнавали. И как же это всё предсказуемо, да? Фовка дрыхнет, Нинка у плиты. Это, знаете, как всегда, всё настолько одинаково. Ужас! Привезла своего Альфонса, да, пополоскать жевжика. Ну, а сама будет выполаскивать бобра. И даже, ребят, да, неизменные кексики купила. А знаете, зачем она их купила и почему она их купила? Потому что они стоят 25 бат. Да, это просто очень дёшево. И придётся, да, толкать в рот эти сухари, да, сухие кексики, дабы сэкономить. Вместо того, чтобы купить что-то вкусненькое. И булочки. Булочки, которые они уже покупали, да, которые делаются на пару, только они как булочки, да, с мясом. И стоят, как вы думаете, копейки. Вот ключевое слово – копейки. Хорошие комментарии зато пишут Нинки. «Приехали на море, называется. Опять плита, жратва. Где солнце, море, достопримечательности страны? А зачем они им нужны? Им проще дрыхнуть до обеда, потом до вечера завтракать, а потом бежать на рынок и скупать всякую дешманскую еду». Если честно, у меня уже рвотный рефлекс наступает, как они только покупают эту еду. Ну и знаете, как всегда, как всегда, неизменные яйца, неизменный омлет. Каждый день нам предстоит лицезреть, ребят. Да, ну потому что омлет – это дёщево и сердито. Хотя я не сказала бы, что это настолько дёшево и сердито. Ну вот приходится, вот приходится Нинке экономить, дабы нам всем доказать, что она богатая и в Таиланде. И слышали, что Нинка сказала? Что им, ну блин, главное до 12 просыпаться. Представьте, просыпаться до 12. Я не знаю, это всю жизнь проспать. Дрыхнут в Нижнем, дрыхнут в Таиланде. У них вся жизнь один сплошной сон. Они, похоже, и в Таиланде решили уже по ночи ходить, потому что боятся, что их и там уже знают. Ну, Нинок, тебя по шлейфу и ночью найдут. И ночью услышат. Ну и, конечно же, супер, просто супер на 24-й минуте. Да. Вован, пойдём кушать. Взять, взять, взять. А я-то думаю, что там такое будет? Читаю комментарии. Ну вот, это фуфля ты заслужил. Ещё раз тебя, Нинка, опустила, да Бобика. Ты уже давно таковым являешься. Без спроса не взять. Только после хозяйки. И то по команде. Опять же, объедки все твои заслужил. Да уж. Ну, понимаете, как мне кажется, фуфке всё равно. Главное, чтобы хозяйка в Таиланд вывезла, да? А остальное всё пофигу. Если захочет, да, попсихует ножками, постучит. И мамка купит всё, что угодно. Ну, а вообще ему статус Бобика очень уж подходит. Ну, а что? Кто он? Мужчина обычно это, который действительно может обеспечить жену, любить жену, помогать жене. Ну да, правда же? А здесь как будто никчёмное существо. Ну, там полежал, там полежал, там пробежался, там пробежался. Это очень, очень как раз-таки подходит под Бобика. Ну, они же тоже в лежанке полежат, на улице возле хозяйки походят, там посидят, тут полежат. Вот как раз-таки Фофа должность заслужил самую главную у хозяйки – собачью. Завтрак, говорит Нинка, готов, палец обожгла. Да, микроволновка такая сильная, так сильно разжарила булочки, что сожгла Нинкин палец. Ай-яй-яй! Сколько сейчас, похоже, будет уже нытья именно про палец. Нинок обычно говорят, что собака зализывает все раны, поэтому предлагаю тебе Бобику отдать на исцеление палец. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok